Добаваясь воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободное, не как употребляющее эту свободу для удовлетворения своих похотей, зла, как рабы Божии. Вот молимся, да будет воля Твоя. Это наизусть все знают. А просто задание дать, напиши, что означает воля Божия. Кажется, знаешь, и в то же время ничего и не напишешь. А вот воля Божия выражается в чем здесь? Чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества людей. А чего тут заграждать-то? Так они говорят мне дело. И самое лучшее доказательство не знание наше, не институты, а добро. Вот воля Твоя Божия чем заключается. Ты это услышал и сейчас скажи так, грамоты мне уже не вернуть, годы ушли, ничего я не добуду, годы не верну, а вот добро, добро делать можешь в любом возрасте. И этим самым ты заграждишь уста невежества безумных людей. А ведь что означает слово безумие? Это очень просто, ума нет. И они что говорят, ты стоишь руками и разведешь. Нежели нормальный человек может это говорить? Как один проповедник выразился, демоны зла вырвались на свободу из преисподней сегодня. А это может быть написано, и поднялся дым из преисподней, и солнце покрылось как влосяницей. Это сегодня помраченные мозги. Говорят верующие люди, совершенно вещи не соответственны священному писанию. Наше ведь состояние, как было некогда в Израиле, очень подобное. На всю страну, по-нашему выразиться, одна книга Евангелия, и та зарытая лежит в ящике. Никто не знает. Случайно натолкнулись. Случайно, потому что деньги любили, стали рыться и под деньгами, под мусором нашли один свиток на всю страну. Да ведь это мы не знаем, когда потеряли это. Но минимум как одно поколение. Потому что царь призван смотреть за порядком, чтобы людей держать в поминовении у Господа Бога, Саваофа. И вдруг он пришел в ужас, послал к пророчеству, а что с нами будет, будет все, что написано. И вот безумие заполонило всю страну. Вы сегодня побудьте где-нибудь на похорнах у людей, на крестинах, как они себя ведут. Царковные как будто люди все знают, ничего не знают. Вот это безумие, невежество захлестнуло все. А кто будет их учить? Вот сегодня много говорят о ядерной программе Ирана. К нему опять подкапываются американцы, чтобы напасть, то другое. А те выступают по-своему, говорят. Как у них хорошо. А там Персия. А как только сказали, Персия у нас сразу должно отразиться. А ведь из Персии так пришли волхвы. А дальше. Персияне были обращены к Богу, ко Христу. А вот дальше Мария Галендуха. Я ее знаю почему, потому что моя мама родилась в этот день, и мы... Ну, в честь Иоанна Мария была названа. Вот откуда это все идет. А почему упустили? Да потому что Слово Божие не распространялось. Которые Персияне уверовали. Одно. Уйди от жены, уйди от мужа, иди в монастырь. Ну и все, силы народные иссякли, а теперь там шииты. Там особый закон теперь. И христианам туда ходу никакого нет. А вот невежество этой религии, людей, которые там живут, было бы очень просто противопоставить нашу жизнь. Это мы знаем только, а ближе, когда ознакомишься мусульмане, так женщины одеты, целомудренны, прекрасно. Лучше даже никак нельзя. Вот немножко сказать, все ли это знают, что мы не должны сами себе красоту добавлять, которую Бог дал. Выщипывать там брови. Ее спрашивают, а ты могла бы сделать, когда замуж выйду? То есть товар представить лицом какой. Есть мужа не обмануть, а дальше все свободно. У них нельзя делать разврат, как вот у нас ходят где-то какие-то дома. Нет. Но брак на один час. То есть он приходит, так брак заключаем на одну ночь, но пойти надо зарегистрировать все. Пришли, к муле зарегистрировались, ночь проспали, теперь испускают. Он по закону ничего не нарушил. А ты сравни с христианским-то законом. Да куда же это близко-то подойдет? И сколько раз может, хоть сколько, ограничений никаких нет. А какая вот эта выгода? Выгода муле. Он же совершает не за даром. Это очень выгодно. И вот невежеству безумных людей, которые нам другое навяжут, мы можем противопоставить нашу христианскую святую жизнь. Ты не просто на это смотри, ты пришла, как одета, ушла, тебя многие видят. И ты должна знать, как ответить. Невежеству безумных людей, говорит, как свободное, а не как употребляющее свободу для прикрытия зла. Но как рабы Божие. Что говорят нам святые пророки про это? Когда говоришь пророки, вот сами для себя просто поставьте вопрос. А почему вдруг пророк выголоса из общей толпы? Той же самой нации, так же воспитывался, такие же родители, так же агнца заковал. И почему вдруг он пророком-то стал? Ведь вопрос. Бог смотрит на сердце. У Давида были прекрасные братья. Написано высокий рост там. Есей по одному подводил. Не берет Господь. Никого нет. Он даже не знает. А еще есть дети есть. Там поселки последние где-то. Бог вызрел сердце. И вот по сердцу Бог избирает. А что в сердце? Самое главное заповедь. Любить Бога. Давид грешник был. Великий грешник. Преступник. По закону еврейскому его надо было несколько раз убить по закону. Во-первых, чужой жене вошел, написано, предать смерти. Убил другого, предать смерти. То есть он был уголовник в самом позорном смысле. Тем более пример какой он дал. Но любовь к Богу все покрыло. Это нам кажется. Вот любовь к Богу просто. А что такое любовь к Богу? Надо научиться любить Бога. Отслышать его голос. Любить его заповеди, которые над всем были бы выше. Это главная цель жизни. И люди говорят, тут умрет человек. Ну, как-то там будет. Мы знаем, какие это мытарства. А что там делается? Причем показания очень-очень разные. Но везде на первом месте будет испытание любви. Это ваша высшая заповедь. И самое большое наказание за нарушение высшей заповеди. На сегодня любовь к родине. Измена родине. Предательство. Смертная казнь. Никаких досрочных, говорит, вполне не бойся. Сразу тебя поставят в стенки. Так и здесь. Господи, дай мне любви Твоей. Научи меня любить Тебя. Отсюда что происходит? А любить Тебя? Значит, во Христе все люди спасаются. Значит, каждому надо возвести. Ты молчать уже не будешь. Я по любви к Тебе это делаю, Господи. Свидетельство по любви в храм пришел. Я люблю дом, потому что ты здесь, Господи. Ты ни одного шага не сможешь сделать, если, ну, правильно, по-христиански, если не имеешь любви. И в этом радстве Христа разворачивается самая большая радость человека. Притом это, ну, не как законы вот написаны, вот у мусульман, например, закон. Она говорит, очень хорошо у нас все расписано, как ходить, как пить, как есть. Это прекрасно, но за этим-то что? Они не видят. Это все человеческое, божественное перерождение, а теперь я это делаю, мне Бог это открывает. Они этого не понимают, просто по-человечески уставы написаны. Вот пророк Иеремия слышит голос Божий, 34,17, и говорит, так говорит Господь. Вы не слушали меня в том, чтобы каждый объявил брату свободу и ближнему своему, зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу. Сначала, так, вы не дали свободы, других поработили, а Бог нам дает свободу. Непонятно, а какую свободу? Предложение не кончено. Я даю вам свободу подвергнуться, первое, мечу, второе, моровой язвы и голодом. Я отдам вас на озлобление во все царства мира. Вот загибай по пальцам, что тебе лучше, умереть от голода, от меча, быть рассеянным. Вот я тебе даю свободу, вот такую Бог нам дает свободу. Выбор смерти, одна страшнее другой. За что? За то, чтобы в ближнем вы не видели брата. Я сказал, прости брату твоему, освободи его от этого гнета. Даже если виновен, прости ему, если он просит прощения. Если он не просит, он свободы не может получить. В первом послании к Тимофею 1.9 апостол говорит, закон написан не для праведников, но для грешников. Какое отношение это имеет к тому, что сказал Петр? Очень простое. Если мы выполняем закон Божий, то этот закон в нас написанный. Нам не надо на каждом шагу говорить, ты помолись сегодня утром, а ты молился, не молился, а ты пост соблюдаешь, не соблюдаешь, а ты нужду ближнего видишь или не видишь. Закон написан не воруй, нам это не надо совсем даже. Я еще напоминаю, просите у Бога особой милости молитвы. Некоторые, я гляжу, не знают, о чем молиться. Спрашиваешь, о чем ты сегодня молился? Ну, как правило, утренний исполнял. И все. Ты должен чувствовать тонко нужду, которая в мире сегодня больше и всего над всем. Мы на этой неделе чуть не сгорели здесь, пришли бы тут одни угольки. Мы утром встали, здесь баки поставили, и все загорелось, и вся ограда горела, и бумага. Это огонь летел, и под забором лежало все. Усыпано мы сегодня собирали только. Все абсолютно. От огня, от меча, от наводнения, землетрясения. Хотя бы об этом молитесь каждый день. Молитесь, да будет воля Твоя. Господь нам дал выбор, выбирайте, от чего вам погибнуть. От вора подожгут вас или перебьют вас всех. Бог дает человеку свободу выбора смерти. Но мы можем избавиться тем, что, надеясь на Бога, выполняем закон Его. Послание к Колоссянам 4.6. Апостол Павел говорит так. Чтобы мы знали, как отвечать каждому, и слово наше было приправлено солью. Безумство людей мы должны заграждать словом. Знать, как ответить. Я с кем встречаюсь из вас, я просто удивляюсь. Вот сейчас идет человек, и он, видимо, нетрезвый, даже так мне показалось. Начинает какие-то слова говорить. Вы не останавливайтесь, сделай вид, что ты глухонемой. Проходи мимо. И молись бы тебе засыпить. А ты иди, считай молитву Господи. Катнись его сердце, обрати. Не с каждым говорить. Не мечите из жемчуга. Нигде не оправдывайтесь. Ничего этого не надо. Ты опусти голову и проходи. Некоторые люди спасались только тем, что они промолчали. Я молчал, и сколь моя подвиглость. Тебя поносили, а ты молчал. И за тебя Бог восстал и других людей. И безумство людей, языка их ты уже заградил. Салмадевец, Давид 62, 12 говорит так. И да заградятся уста говорящих неправду. Чем? Нашей правдой. Ну, учите детей постоянно, каждый день. Никогда не уйдите. Никогда. Вы говорите ему, ты что-то сломал, обязательно я тебя накажу. Обязательно. Но совсем немножко. Но если ты сожжешь, минимум 10 раз я тебя вылечу. У меня дети в лагере это знают. Сделай, что со всех ног несутся, чтобы сказать, я там сказал, я сейчас не знаю, как из меня плохое слово выскочило. Они уже бегут. Мы разобрали все. Я накажу его. Нахожу, может быть, переведу на другое место, в другую келью, что-нибудь. Но не так, как это. Ложь потонула все во лжи. Итак, безумство людей, их неправда заграждается нашей правдой. Когда увидят, что мы не просто говорим, а мы делаем. А нам есть что показать. Самопевец Давид 106, 42. Всякое нечестье заграждает уста свои. Я не могу говорить людям, я не могу проповедовать. Ты обратись к этому месту и скажи, а почему я не могу никому сказать? Всякое нечестье заграждает уста. Да как я буду говорить другому, когда я сам вот как поступаю? Вот оно в чем дело. А ты поступай, как должно. Ты просил Бога любви с утра, вечером днем сколько раз молишься. Господи, я так нуждаюсь в этой любви. К ближним, к людям, к работе, к природе, которая уже пропадает. Ко всему, что есть, Господи. Дай мне Твою божественную любовь. И этим заграждаться уста нечестивых людей. Не забывайте, в четверг будет празднование Возвлечения Господа нашего Иисуса Христа. И будет последняя уже объединительная молитва Патриарха, Лавра, приедут все здесь. Мы ничего не сделаем, да и не знаем, что делать. Но по сегодняшний день мы практически это никакого счета бы не потерпели. Видите, какую мы тактику избрали? Молиться и чтобы Бог все взял по любви. А нам дал смирение не бунтовать. Принять как есть. Потому что пока ничего мы оттуда не получили, что было бы против спасения нашей души. Ничего. Вот просто сядем, сейчас напишем, и ничего такого еще не было сделано. Ни каноны не порушены никакие. Ничего нет. Нам, может быть, Бог действительно открывает дверь для свидетельства. И у меня на этой неделе была беседа с руководителем, краевым, руководителем партии «Единая Россия». И уже об этом прямо разговор пошел. Вот хорошо, что объединились, а другое, и теперь как бы вместе. Я говорю, нехорошо. Но нам деваться некуда. А вам-то зачем это нужно? Они ничего не понимают. Вы молитесь? Нет. Ну как бы вот в эту церковь, в этой церкви как раз мы теперь все вместе и находимся. До нас уже заступаются. И нам легко говорить, как от этих. Я вижу, дверь уже начинает по маленькому приоткрываться. Да, мы одни из них. Теперь мы, все у нас, руководство решило, мы покорились. Но мы зашли-то там на развалины, там ничего нету. Каноны все порушены. До того человека это заинтересовало, руководитель. А можно с вами еще встретиться? А можно побеседовать? Я ему сразу выложил, вот на работе. 57% всех канонов нарушается сегодня. Умышленно, целенаправленно. Да какая же это вера православная? Он все забыл. Сидим, беседуем полчаса. Бог открывает уже сегодня двери. А вот как раз, а я в эту церковь хожу, вот как. Я сразу с бороды, а почему ты без борода? А вот так, а розеты? Открываю книги, показываю как. Про ваши платочки сразу заметил. Почему? А посмотрите на картину художников русских. Все это заработает. Если мы будем непорочны перед Богом. Оказывается, многое слышали, я слышал, хоть одно бы плохое слово слышал, ни одного не слышал. Притом говорят люди, ну первые лица в крае. Мы должны денно и ночью заботиться, чтобы нигде пятна не положить на то, что мы делаем. Заграждать уста безумия людей. Притча Соломона, 10 глава 6 стих. Уста беззаконных заградит насилие. Значит, с моей стороны его не должно быть, и уста будут открыты. Насилие. Где-то творит над кем-то человек насилие. Это угнетатель. Или что он будет говорить о свободе, когда сам работорговец. Все. С моей стороны насилия никакого не будет. И уста твои открыты. Кремлинам, 3.16. Дозаградятся уста. Всякие уста. И весь мир становится виновным перед Богом. Мне мысль пришла. Как это в Израиле пришли к этому? Вот человек совершил невольное убийство, теперь он убегает, он должен сидеть в другом городе. Ну, и вдруг ему амнистия, связанная с тем, что первосвященник умер. А какое же это отношение имеет? Друзья, на него могли охотиться, подослать, что-нибудь сделать, лишь бы всем свободу дать. Амнистия. А ведь в этом был глубокий смысл. Со смерти нашего первосвященника Иисуса Христа нам даровано прощение. Мы же все рабы греха. И никто этого не понимал. Ты сегодня спроси евреев, у вас закон это действует? Нет, не действует. Первосвященника нет, храма нет. А у нас действует. Мы прибегаем к такому первосвященнику, который дарует нам все. И прощение на каждый день. Титу 1.11. Каковым должно заграждать уста, ибо они учат, чему не должно из постыдной корости. Очень легко разговаривать со священниками, потому что на все плата. Только начало говорить, я не встретил ни одного человека, кому свидетельством, который бы сказал, хорошо, что в церкви за крещение берут, никому это не нравится. А нам дверь открыта. Очень легко заграждать им уста. Послание к евреям 1.33. Были, говорят, святые заграждали уста львов. Я подумал, что львы-то ведь это не только львы. Ходит лев рыкающий, и люди как львы, злые, кровопролитие следует за кровопролитием. И Бог дал нам эту власть говорить об истине. Мы даже не знаем, какая у нас большая, как в мире говорят, наработка. Где бы ни начал говорить, я пошел по городу сейчас, везде буквально, везде слышали, знаем, слышали, знаем. Двери почти открытые, только начиная свидетельствовать. И заграждается уста львов тем, что у нас впереди было сделано. Прямо доставая Писание, начинает свидетельствовать. И Крися 7.25. Он говорит, для чего нам дается жизнь? Узнать, исследовать мудрость и познавать нечестие и невежество безумия. Он говорит, безумству заграждать уста, а как это? А изучать, узнавать. Для этого необходимо, как говорят, немного психологии человека. Знать, с кем говорить, с кем не говорить. Может быть, просто пройти мимо. А бывает одно предложение, сказал, этого достаточно. Салмоперис 72.22 говорит так. Когда я не разумел, тогда я был невежда. И был как скот перед тобою. Значит, заграждать устанье и вежество у людей может человек, живущий по-ангельски. А если сам живешь, я говорю, живу как свинья. Я курю, а как буду говорить не курить? Если ты выпиваешь, как ты можешь сказать за трезвый образ жизни? Ничего не получится. Салмоперис 91.7 говорит. Человек неразумный не знает и не разумеет пути своего. Невежда. Значит, знать путь. Мне дана короткая жизнь, и каждый день она может оборваться. А концовка определяет всю будущность. Салмоперис 93.8. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды. Это оскорбительно звучит. Человеку скажи, что он невежда. А это надо подтвердить. А как подтвердить? Писанием. Так говорит Писание. Он обиделся. Я ему открываю Писание. Так написано. Ну, если так написано, что я могу сделать? Он мне грозится, начальник тюрьмы. Я ему написал так. КПСС все равно рухнет. Он готов был задавить меня. Вызвал и... А я ему показываю. Писание об этом говорит. Сказал безумный сердце, что им нет Бога. И, наконец, восорится Христос. Я не ожидал такой реакции. Он посидел маленько. Ну, уж раз так написано. Ладно, иди. Вы все время прикрывайтесь Христом. Священным Писанием. Принча 11.32. Упорство невежд убьет их. Тут Петр сказал, как заграждать уста невежд? А мы, говоря другим, подумать, а может быть, кого заграждать-то? Я сам невежд-то являюсь. А говорит, упорство невежд. Ну, плохо быть упорным. А упорство везде. Муж сказал, жена стоит на своем упорной. Другой говорит, упорный ребенок. Настоит на своем упорной. Вот что заграждает-то уста и делает невеждой. Упорство. А мягкий характер, как он называется? Человек говорит, мягкосердечный. Мы скажем, что он прислушивается. А тот жестоковый, но у него сердце, как камень. Принча 12.1. Вот невежда. Кто ненавидит обличение, значит, невежда, тот, кто ненавидит обличение. Значит, его любить надо. И чтобы обличить невежество людей самому, ну, нужно принимать обличение. Принча 14.18. Невежда получит в удел глупость. Это уже и приговор. Исайя 45.20. Невежды те, которые носят своего деревянного идола. Я никак не могу согласиться, что это касается только одних израилькян, которые склонялись к идолопоклонству. Давние времена, 2700 лет назад. А ведь слово Божий живый день, это к нам. Вот эти крестные ходы с иконами Россия ходили. Несли-то человек под вас. И чем мы отличаемся от этих буддистов, когда они влекут колесницу, и у них считается за счастье, чтобы попасть, колесо проехало, руку-ногу отломило, тебе переломило. Но чем мы-то отличаемся-то? Идут на поклонение. Куда? К Божьей Матери. Так она что в одном месте сидит где-то или что-то. Мы иконы не называем идолом, но мы подошли вплотную, мы ничем не отличаемся от идолопоклонников. С одной иконы через весь край едут, куда, зачем, каждый год и радуются. Исайя 56, 16. Сражи их слепы и все невежды. Это приговор был израильским священникам. Заграждайте уста невежеству людей. Я это поясняю и хочу понять. Петр, а кто невежды? Пастыре. А пастырем невеждам очень легко заграждать уста. Почему ты не учишь? Почему ты людям не даешь закон Божий? Народ-то совершенно ничего не знает. Просто только на уровне друг другу что-то передают, и больше ничего нет. Я еще ни одного не встретил, который знал бы Слово Божие. Ни одного из православных за всю жизнь. Самостоятельно он читает, но толкует по-своему. Исайя 56, 13. Стражи, говорит, их слепы. Аосия, добавляя 4, 14. Вы спешили к блудницам и с любодействиями приносили жертвы. А народ по невежеству гибнет. А ведь речь не о буквальном только прелюбодействии. Дружба с миром, есть вражда против Бога. Прелюбодейцы, не знали ли эти это? А народ от этого невежества погибает. Куда бы мы ни посмотрели, Слово Божие нас охватывает и показывает. Невежество абсолютно везде. И заграждается знанием Писания и жизнью во Христе. В втором послании Петр 3, 16 говорит так. Многие искажают Слово Божие и погибают, превращая его по собственной своей прихоти, как невежды. Значит, невежество в искажении Слово Божие. Я другому не могу подсказать, если его сам не буду знать. Второе в Коринфянам 4, 6. Павел говорит, хотя я невежда в Слове, но не в познании. В умении выразить мысль. Я могу быть неграмотным. У меня не так предложение. Не на том месте глагол стоит. Но не в познании, Павел говорит. В познании мы должны быть совершенны. Эфицианам 4, 18. Есть люди, которые поврежденные в разуме по причине их невежества. Ничто так не повреждает, как блудная жизнь. Детей учите целомудрие, я постоянно говорю. Стыдливости и целомудрию. Если этого не будет, ничего не будет. Этот грех хуже пьянства, хуже наркотиков. Он все съедает. Второе тема Пея 2, 23. Как избавиться от невежды? От глупых и невежественных состязаний? Уклоняйся. Он с тобой договорил, а то уклонись с ними, разговаривай. Глупые и невежественные. Он что-то спрашивает, совсем не по делу. Он противоречит. Промолчи, опусти голову, помолись. И он это только и запомнит. Не надо каждый раз с твоей задачей с тобой заговорить, я одержать должен победу. А победа как раз заграждая уста своим молчанием иногда. Надо у Бога просить милости знать, когда открыть уста. У меня слишком драгоценный товар изо рта, чтобы я вперед попала. Поэтому, говорит, не бросайте жемчуга перед свиньями. 2 Тимофея 3, 8. Есть люди, которые противятся истине, они невежды в вере и развращенные умом. Вот такой дает нам ответ апостол Павел. И Петр говорит, мы должны заграждать невежество людей, уметь. И в этом заключается воля Божия. Аминь. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...